Наша тема сегодня как управлять продажами в условиях падения спроса и но это скорее такая зацепка потому что я слышу от многих людей что вот падение спроса тоже нам делать как же быть и куда деваться но скорее мне кажется что все-таки это наши какие-то страхи потому что во многих отраслях рост еще продолжается и 15-20 процентов которые вот мы привыкли к этому они все время растет 15-20 процентов 15-20 процентов он продолжается но на некоторых отраслях отрасли достигли зрелости определенного рынка и поэтому вот продавать стало сложнее вот точно и что с этим делать мне хотелось бы чтобы мы сегодня рассмотрели две темы первая тема это связано с управлением контентом это то что говорят наши продавцы нашли на лет в этот ужас просто то что они говорят но при этом они все равно хорошо продают и все равно 15 20 процентов мы получаем вот вопрос что с этим делать и как с этим поработать это такая очень важная тема это большой ресурс ну и немного сказать просто у нас рамки такие очень не совсем небольшие немного сказать про систему взаимодействия с клиентом вот что мы здесь можем сделать потому что здесь еще больше ресурс все это мое предложение сделать в активном ключе я буду рассказывать у меня есть для вас задание небольшие значит если говорить про активные продажи то это первый тезис это очень сложная вещь вот такой миф что продавать может любой или там какой-то хороший человек которого найдешь и он будет тебе продавать это миф который не выдержит никакой критики потому что отдел продаж на зрелом рынке испытывает трехстороннее серьезное давление с одной стороны компания говорит где деньги давай обороты вы киваете да вам так говорят иногда где они где план где вообще когда дашь с другой стороны есть клиенты которые совершенно не собираются отдавать эти деньги говорят я подумаю не сразу не сейчас вот давайте скидки а давайте еще я подумаю там какие-то условия а с третьей стороны есть еще конкуренты которые поджимают и всякие кляузы там говорят а вот они такие нехорошие я скажу вам по секрету что у них что-то не так и вот вопрос что с этим делать нам а потому что это сложно но если мы говорим про закономерность некую что нам делать на таких зрелых рынках то на растущем рынке качество управления может быть одинаковым вот мы создали какой-то бизнес у нас есть некий уровень организации мы воспроизводим эту успешную модель и в принципе можем ничего не менять и свои 15-20 процентов как ни крути мы будем иметь поэтому качество управления может быть одинаковым но если мы с вами работаем на сокращающимся не дай бог рынке вот мы сейчас просто он зрелый сейчас скорее такие ну динамика немножко уменьшается поэтому все сразу боятся во страшно страшно стало значит как только мы работаем на таком рынке чуть сокращающимся до качество управления мы должны повышать больше вариантов у нас нет и вопрос вот как что с этим делать помогают повышать мне кажется что ну фактически без вариантов да но это очень хороший вариант что мы должны выстраивать систему продаж которые с одной стороны генерируют счастье вовне и генерируют счастье для наших клиентов и когда клиенты счастливые они всегда приходят и довольны и рады а с другой стороны она генерируют счастье для нас в виде дензнаков и вот это должна быть некая такая система хорошая значит что какие ресурсы мне кажется ну понятно что системное решение здесь много чего да но вот мне кажется три ресурса которые очень важны в российских компаниях это три направлении управление контентом тем что говорит говорят наши продавцы тем что клиент видит и слышит тем что они читают на сайте тем что они видят наших презентациях тем что они там не знаю на наших конференциях слышат а вот очень важная тема самая большая разница которая встречала в компании в объемах продаж разница между слабым продавцом и сильным в 26 раз вот слабый продавец продает на 11000 а сильный на 287 тысяч 26 раз вот что делает такое наш сильный продавец да ничего особенного вот самое интересное ничего особенно поэтому если мы управляем контентом и мы с вами должны вот именно вот про эту цифру да я очень часто спрашиваю вопрос и задам вам сейчас этот вопрос вот на вашем рынке если представить себе ситуацию что две компании есть одна там хорошей компании с одинаковым хорошим продуктом с одинаковой ценой но разница только в том что в одном работают продавцы средней руки а в другом сильные продавцы то насколько будет отличаться объем продаж и будет ли он отличаться вот ну скажите про вашей рынке несколько может быть комментариев за что нам надо бороться вашему на вас как-то изначально появилось так что у нас периодически тренинги проходит обучение и так далее в принципе уровень продавца чуть выше среднего и есть компания конкурент который по сути занимается тренингом пытаться хорошие ребята да у нас объем продаж примерно в два с половиной раза разный круто да получается очень большой ресурс и если говорить про наш российский менталитет здесь еще больше ресурсов потому что мы привыкли что мы горды и суровые и у нас есть хороший товар и что нам этот клиент у нас уже все есть и вот ну как общение позитивное отношение выстраивание вопросы интерес но это не в нашей российской культуре просто поэтому вот мы как бы это воспроизводим и теряем в продажах а не надо терять очень важно вот про это но понять как мы могли бы это усилить и мы будем работать про эту тему конкретно вот как технически это сделать да это сделать достаточно просто ну не так просто но не так и сложно а вторая тема очень важная это взаимодействие с клиентом взаимодействие у нас расценивается часто как такой одноразовый укол пришел клиенту навстречу клиент подумал не купил ну и все и дальше до свидания в период кресла я получил такое письмо душераздирающие мне писала барышня которая ну так там несколько воскресательных знаков я никак не могу продавать я делаю по 50 холодных звонков в день работаю уже в компании строительные два месяца и сделал только две сделки вот что же делать как быть и здесь получается ну действительно как быть тяжело ей а с другой стороны вопрос к руководству вот у тебя барышня звонит она сделала 50 звонков в день это за два месяца получается 20 на 50 это у нас что такое тысячи до два месяца две тысячи значит строительный рынок может кончиться через пару месяцев и у тебя есть две сделки и из двух тысяч тысяча девятьсот девяносто восемь клиентов которые ушли вдаль холодную с ними никто не поддерживает контакта для них никто ничего не делает с ними не проводится работа то о каких продажах можно говорить это говорит вот ну кейс прям про то что плохо продавцам но на самом деле плохое управление а если послушать руководителя я буду уверена что он скажет отстойные у меня продавцы не умеют продавать а это не отстойные продавцы это не отстойное управление где нет системы взаимодействия никакой и вопрос что мы должны делать с помощью каких шагов системы взаимодействия с клиентом должна отвечать на вопрос если клиент у нас не купил с первого раза то что делаем дальше если не купил со второго раза то что дальше если не купил с 26 раза то что дальше и очень часто бывает такая драматизма рынка продаж состоит в том что есть клиенты которые отчаянно нуждаются в нашем продукте ну вот здесь собрались не очень много там было качественных продуктов но я уверена что в каждой из отраслей есть люди которым это прям необходимо но они про это не знают не понимают не понимают что это им важно считают что там как бы не сейчас и вот чья ответственность это наша ответственность донести это счастье до клиентов вопрос как мы это делаем с помощью системы взаимодействия ну и система мотивации такая тоже очень важный пункт там вашем разговоре про кассира до который говорит вот это все ерунда ну скорее с мотивацией на это же не очень да скорее вот ну что то там будет значит контента этой информации которую клиент видит и слышит очень важно что как только ну сейчас мы будем говорить про то что наши продавцы делают но как только мы поняли что они должны говорить то вся эта информация она годится прямо иногда пускай можно брать на сайт и и выкачивать все ее можно в презентации делать powerpoint правильно и ее же можно в делать видео продукцию в рекламную продукцию но то есть это все некий блок такой поэтому мы будем на примере продавцов обсуждать а в принципе это такая большая тема чтобы мне кажется что вот совсем так узко чтобы мы управляли контентом а кто руководит продажами у нас кто руководит продажами ахаз ахаз 3 где-то нас ну просто потому что когда мы продаем это одно да а второе руководить продажами вот кстати вопрос если наши продавцы не очень хорошо работают чья ответственность их или наша наша ответственность да это минус потому что ну вот они там косячат а мы отвечаем да но с другой стороны это плюс потому что в этом смысле мы можем этим управлять когда мы понимаем что да вот ну маша там что-то не то сделал или петя вот не так то мы можем с этим делать значит если совсем кратко то мне кажется что обучение управление контентом укладывается в четыре шага первое это правильное обучение нас как руководители мы должны понимать что наши продавцы должны делать как они должны работать какие ошибки они делают и что они не должны делать что но мы должны понимать как он должен хорошо работать с клиентами да какой идеальный вариант второе у нас должна быть книга продаж где собраны успешные практики работы успешные технологии описание фразы и вот вопрос мы будем обсуждать что это за фразы скажите у кого есть книга продаж там металлические материалы у вас у вас у вас у вас ага хорошо у кого-то три вот не у всех есть да тогда это ну тема такая очень важный момент потому что если это у нас есть в каком-то виде это можно масштабировать мы можем новичкам это дать посмотреть мы можем дополнять это мы можем менять систематизировано да если маша говорит а я все и так хорошо делаю то мы можем ее достать как маш почитай вот сценарий холодного звонка он какой еще раз я такого я же здесь ни одного вопроса не задала точно и мне тогда понятно и это легче для руководителя ну то есть это инструмент которым можно по-разному пользоваться очень важно чтобы он был зафиксирован я к чему к вопросу что если мы задаем шаблоны то на самом деле это способ расширения иногда зоны потому что я прихожу продавец я не очень знаю я пользуюсь одним прием привычным для себя а 7 11 приемов все описано то хотя бы 10 я еще освоил поэтому вопрос какие шаблоны мы пишем насколько они вариативные из опыта работы другой компании как правило книга продаж зачастую является рыбой на которую накладывать уже свой собственный опыт да получается что вы меня повысили до определенного уровня а дальше я уже с этого уровня творчества использую а не то что я знаю одну фразу и потом придумала какой же еще способ не подружиться с клиентом поэтому вот мы без вариантов книгу продаж обязательно надо делать следующие важность им гальт продажи би ту би особенно да это вопрос холодных звонков это лист подготовки и отчета мы про это будем говорить смысл состоит этой техники в том что мы перемещаем точку контроля не после того как наш продать сделал холодный звонок неудачный плохой не очень хороший или не после того как сделал неправильную встречу а до того как он пошел на встречу мы просим его написать сценарий переговоров и обычный сценарий совершенно ясно что он сделал не так и что сделка уже провальная потому что он не знает зачем он идет клиенту не знает какие аргументы он скажет не знает как он ответить на простые вещи это дорого зачем я должен купить и зачем ты ко мне пришел и зачем ты ко мне звонишь он этого не знает это к вопросу да холодного звонка и мы можем это проверить зачем мучить клиентов и мучить продавцов лучше написать сценарий мы про это поговорим и предметный разбор полетов это очень важная вещь но если мы просто ограничиваемся тем что говорим твою мать печу плохо продаешь и где хочется где продажи то я видел такие отдела продаж это несчастные люди которые вот так вот сидят и говорят у нас рынок падает ой мотивация резко падает и найти плохая мотивация в компании описываются тремя словами девочки печальные сидят вот девочки печально они не звонят они боятся они не хотят и даже если они начинают звонить это выглядит очень печально действительно значит это конечно связано с первыми тремя вещами потому что они очень понимают зачем и что им надо делать и как вообще куда бежать так будем говорить про обучение персонала и создание книги продаж параллельно что должно быть в книге продаж значит что должен делать хороший продавец ну вот здесь говорить о выгоды клиентах а что еще должен делать продавец вот скажите хороший продавец он какой собирать информацию конечно зачем чтобы разговаривать открытым вопросом чтобы быть в теме да собирать информацию что еще должен делать говорить на одном языке понимать что нужно клиенту да понимать его уровень тоже это про сбор информации что еще заботиться зачем заботиться сначала ему прижимаешь ногу да вадик потом говорит твою мать я подумала я пришел заботиться о вас он уже не может без заботы он уже падает и ты уже говоришь ну а теперь я позабочу мне кажется очень выгодно заботиться потому что чем он богаче твой принял становится тем больше он растет ну вот вопрос тоже как о нем заботиться да не нельзя же генеральному директору крупного холдинга позвали сказать здравствуйте я звоню чтобы о вас позаботиться это да уже тоже дверь он там сидит на другом конце ну что с ним делать значит что должны пытаться говорить о выгодах клиенту вот это ключевая вещь на самом деле это ключевая вещь на которую все складывается если мы понимаем в чем счастье для клиента то тогда когда клиент говорит нет мне это не надо выгодить подождите а я знаю что я для вас могу принести получается что мы по-прежнему хотят такая простая тема вот ну все про это знают мы по-прежнему продолжаем продавать продукты когда мы говорим этот стул красивый он белая обивка он сделан из мдф у него там ну есть этом фурнитура такая вот все описал продать вежливый хороший что не так он сделал что не так зачем мне этот стул совершенно непонятно зачем да и совершенно сиповая ситуация когда клиент приходит и говорит вот хочу стулью продать готовы отлично у нас 16 стульев и начинает о них рассказывать ну и неважно это может быть тоже самое оборудование какое-нибудь сложное это может быть продукты услуги какие-то продается клиент слушать слушать спасибо спасибо что рассказали до свидания как только так сразу то же самое происходит на личной встрече когда генеральный директор сидит ну ты пришел ко мне рассказывать про оборудование и такой радостный продавец меня слушает а вот у нас отличное оборудование оно сделано в германии а мы лидер рынка а у нас все хорошо а смотрите какие характеристики а если будете брать дам скидку еще не ради как ну спасибо что пришел как только мы подумаем да и дальше там думает думает а если такой продайс приходит к руководству ну складской оборудование продали продает или а там что может быть и на склад и узнать что то я сейчас скажу что очень часто когда в такой компании продать приходит к руководителю и руководству ну как там все под контролем они думают да они думают значит и думают они 3 месяца потом еще 3 месяца еще 3 месяца а это про то что не зацепила почему не зацепил он не знает зачем ему нужно продавать вот спроси продавца зачем этот генеральный директ должен купить оборудование что с ним произойдет ну как у нас же хорошее оборудование, немецкое качество же, ну как же. Значит, вопрос, как мы это должны делать? Делать это просто в виде приема, переформулирования свойств продукта, выгоду для клиента. Я попрошу вас, рабочие листочки у вас есть, вы согласились активно работать, поэтому сейчас 2 минуты про свой продукт. Прием следующий. Свойства продукта, связующая фраза «Это вам позволит», «Это вам даст», «Это вам вы получите», «У вас будет». Когда мы говорим «Это стул, артикул 229», для вас это означает, что вы продадите его с наценкой 20%. Этот стул, артикул 229, для вас это означает, что ваша жена будет счастлива и довольна, потому что будет красота. Этот стул, артикул 229, для вас это означает, что он будет вам 20 лет служить. Пожалуйста, переформулируйте в ту выгоду или в ту счастье, ради которой клиенты работают с нами. А вот еще, знаете, не спросила, вот скажите, выгода, купить качественный товар, это выгода? Так, вам минус в карму. Минус в карму, качественный продукт. Есть ли у кого-то, кто продает у нас некачественные продукты здесь? Вы обязаны купить все продукты, которые здесь есть, но не все качественные. На рынке России почему у нас есть производители, которые предлагают покупателям качественные продукты? Из-за этого я имею в виду, что других продавцов очень-очень страдает. Да, смотрите, вот тогда давайте сейчас подробнее. Смотрите, очень важно, что качественный продукт, это такая типовая ошибка. Когда мы рассказываем качественные, я не знаю ни одного компании, которая бы рассказывала, что мы продаем некачественные, дрянь полную по высокой цене. Все говорят качественный товар. Но вопрос, что за этим стоит? Вот представьте себе, что этот стул покупает у нас там семья, которые не очень высоким доходом, трое детей, и которые переехали в новую квартиру. Вот какие аргументы про стул для них будут важны? Этим стулом может пользоваться вся семья. Вся семья, надежность. Он может переходить от старшего ребенка к младшему. От старшего к младшему, долго вам прослужит. И по цене, как сказать, дорогой, недорогой? Если вы разделите их на четверых, а лучше на пятерых, у вас вообще цена будет... Цена минимальная, да? Недорогая. Цена качества. А если вы разделите на количество лет, минимальная 10 лет, то вообще это будет даром. Вот к вам буду покупать. Если вы разделите на 10 лет, он экономный очень. Да, очень экономный, да. Да, смотрите, а если этот стул... Мирка сохранит первоначальный вид, и вы сможете хвастаться, что вы купили его только вчера. Вам кто-нибудь будет верить, а вы будете хвастаться, что мы купили его только вчера, 10 лет назад. Вот это хвастаться, у вас будет продавать. Да, да, да. Вы для меня такой правильный аргумент говорите. А если за этим стулом приходит барышня, у которой муж отлично зарабатывает, она уже не знает, чем заняться, у нее коттедж, и просто вот ее такая потайное желание, чтобы соседка Маша ей позавидовала. Какие аргументы? Это премиум стул. Это премиум стул. Единственный экземпляр в Москве. Это единственный экземпляр в Москве. Так, что еще? Это дизайнер-краса. А? Дизайнер-краса. Дизайнер-краса. Какие люди сидели у Романа Дусянка на этом стуле? Какие люди? Вот какие люди сидели? Что еще? Вчера приходили от Абрамовича, мы им постеснялись этот стул продать, потому что они платили очень маленькие деньги. Вчера приходили от Абрамовича, постеснялись маленькие деньги, и ваша соседка Маша как только увидит у вас, она умрет от зависти, да? Мы еще снизу сделаем подпись Абрамовича. Да, стоп-сервис. Скажите, как по цене надо сказать про стул? Дорогой, недорогой? Мне, вот второй клиентке. Очень дорогой. Не каждый может себе позволить, да, дорогой, но Абрамович, но вы круче, но соседка Маша. И вот в этом случае беру. А если я оптовик у вас, хочу партию этих стульев взять у себя, торговать, там, Хабаровский, например, начальник, какие аргументы? Пользуются большим спросом, да. И если, совершенно правильно, аргументы вы говорите. Если я говорю дорого, то вы мне что говорите? Да, дорого. Но дайте посчитаем, сколько вы на этом заработаете, потому что спрос, и я знаю, какая будет примерно объем. Ни один клиент не вернется с претензией, по-моему, да. Ни один клиент не вернется с претензией, да, не будет рекламации, это важно, потому что... Не потеряете, да. Не потеряю, да, да. Смотрите, тогда возвращаемся. Мы получили зарправительный заказ из приемной президента за 5 тысяч штук. В Хабаровске? Нет. Ну, нет, нет. Нет. Ну, это, смотрите, это если вы в Хабаровске, вы мне поможете с продажами, будет супер, конечно, да. А вот если просто президент, ну, непонятно. Почему? Они все интересны, например, на какой галстук одни, на какой костюм? Все в Хабаровске. Да нет, они в Хабаровске отвязные тоже люди. Мне надо сказать про Хабаровск, прямо просто сейчас. Хабаровск. 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 Красноярск. Хабаровск. Владивосток. Владивосток, да. Смотрите, вопрос. Значит, стул один и тот же. Что покупает первая клиентка в первом случае со стулом? Какую выгоду? Экономию. Экономию, практичность, надежность, да? И тогда аргументы, которые усиливают эту выгоду, что вы сможете 20 лет на нем сидеть и придут к вам через 20 лет, говорят, ты что, купила только что новый стул? Она говорит, нет, а 20 лет назад. Что продаем второй клиентке? Имидж. Что дороже имидж? Возможно сказать, что у Абрамовича такой же стул или затраты на стул? Имидж дороже, да, имидж дороже. Что продаем оптовику вместе с партией стульев? Возможно заработать. Возможно заработать. Деньги, да? Деньги. Значит, оптовикам продаем две выгоды. Деньги и деньги всегда. Два типа выгод. Поэтому, да, дорого, но вы сколько заработаете? Да, стулья, там, Путин сам заказ делает, а это означает, что спрос большой в Хабаровске, да, потому что и вы еще больше заработаете. Совсем не верится в эту историю. Про Путина еще верил. А про Путина нет. Про Хабаровск. А, про Хабаровск. Ладно. Да. А может, можно... Сейчас. Стулья тоже куплены, то есть, пожалуйста. Сейчас, подождите, давайте, вот ключевая вещь, потому что когда я слышу, что люди говорят, качественный продукт это то, что хочет слушать клиент, это типовая ошибка. Нет, это не то, что он хочет слышать, это то, что он хочет купить подсознательного. У нас каждый человек, любой, который его не возьмет, что бы он ни покупал, у него где это на подкорке записано. Я хочу качественный продукт. Нет, понятно, ну, это понятно, да. Я сразу вовсе не обязательно говорю про продажу. Смотрите, смотрите, понятно, что никто не хочет купить дрянь какую-нибудь, да, по высокой цене. Все хотят качество, но вопрос, зачем, да, вот и как только люди слышат, зачем, вот этот ответ на этот зачем, почему это мне будет важно, да, то тогда и после этого качественный товар уже, да. А если они не понимают зачем, то вот это качество, оно как бы, ну, ну, и качество. Ну, вот сейчас все будут говорить, у нас качественная услуга, похоже, что не купите. Вы же не будете покупать. В зависимости от того, какая у меня цель есть. Да, выгода, конечно, если у вас есть выгода, там, не знаю, там, ну, просто прорастный продукт, если есть выгода, это будет цеплять. Нет, просто качественный товар не работает. Поэтому вот соотношение цена-качество, хорошее качество, все это, это свойства продукта. И переформулирую в надежность, в престижность, в удовольствие, способ заработать денег, способ много денег заработать. Так, поэтому, господа, смотрите, очень важно говорим про выгоды. И давайте я коротко скажу, тот же прием наши продавцы должны использовать, когда мы говорим о компании, потому что типовая ошибка, когда говорят, мы самые лучшие, мы самые чудесные, у нас 105 пароходов, у нас там 125, а клиент стоит, ну, и что мне с этого? Значит, фраза, мы давно на рынке, как переформулировать выгоду клиента? Для вас это означает... Надежность, стабильная компания. Нет, это опять мы про себя. А вот мы хорошие, мы отличные, мы чудесные, ну, как бы, и что с этого? Мы надежные компании, для вас это означает, что... Наша услуга проверена другими клиентами. Мы достроим ваш дом до конца. Мы достроим дом до конца, наша услуга проверена, и для вас это означает... Для вас это означает, что мы гарантируем вам услугу... Вы получите именно тот результат, о котором мы обговариваем. Вы гарантированно получите результат, вы гарантированно достроите дом, вы гарантированно привлечете 15 клиентов в месяц. Гарантированно. Мы недавно работаем на рынке. В чем выгода для компании? Мы будем для вас пластацию изо всех сил. Пластацию изо всех сил выгода. Хорошее слово. Недавно работаем. Выгода в чем? Вы, у нас низкая цена, вы сэкономите. Да? Вот низкую цену переформулируем в экономию. У нас покупает Путин стулья. Для вас это означает? Качество. Капец. Качество, не выгода. В чем выгода? В чем выгода? Путин покупает эти стулья. Вы прикоснулись к Богу. Вы прикоснулись к Богу. Вы прикоснулись к Богу. Да, это выгода. Да, смотрите, очень важный момент. Поэтому наши продавцы, и мы сами, когда мы говорим, клиент в голове думает, а почему я должен все бросить и работать с вашей компанией, то мы должны, этот ответ должен быть. Почему вам надо все бросить и работать с нами. И следующий прием, когда используют наши продавцы, предложение. Когда мы говорим, сделай что-то, да, приезжай к нам в офис. Вот очень важно... Купи квартиру, получи без волков. Да-да-да, это самое милое такое предложение. Выгода здесь ключевая, конечно, да. Да, предложение там. Если вы приедете к нам в офис, то счастье для клиента в чем? Вы убедитесь своими глазами. Вы будете уверены в том, что сможете все контролировать. Первоклассное профессиональное обслуживание, еще раз. Это не выгода. Это наши условия для выгоды. Первоклассное обслуживание вы получите. Выгода в чем? Сможете увидеть образцы, не выгода. Это наши выгоды, чтобы он увидел образцы, да. Сможете у нас купить наши выгоды. Для вас наилучший вариант. Мы подберем для вас наилучший вариант. Вот это уже выгода, да. А вы получите хорошее обслуживание. У нас отличный сервис. Вы получите скидки. Это только условия. Значит, все переформулируем. В экономию. Персональное обслуживание, личность и персональность. С целью получения выгоды клиенту. То есть сформулировать для него оптимальные условия. Мы сможем сформулировать для вас оптимальные условия, которые помогут что? Решить ваши финансовые вопросы. Решить ваши финансовые вопросы. Сэкономить. Наилучший способ. Лучше заработать. Обеспечить больше безопасным деньгам. Вы же финансовый консультант. Да, правильно? Вы все можете посмотреть. Вот, финансовый консультант. Ой, они же ужасные слова такие знают. Но совершенно не говорят нормальных языков. Значит, безопасность ваших денег. Правильно. Ой, вот вы мне не рассказывали, что когда вот с клиентом, вот вы все это, вы как бы все хорошо говорите. А здесь вот не очень. Нет, вы мне только не рассказываете. Я вам часто использую этот прием, чтобы у вас будет персональный менеджер, который лично ваши проблемы, ну, вашу задачу и решит. Вашу задачу и решит. Значит, персональный менеджер – это условия. Значит, очень важно, какие выгоды. Он будет заниматься вами, он будет контролировать ваши деньги. Он будет, вы ночью проснулись. Подберет для вас оптимальный вариант. Подберет наилучший вариант. Ночью в 4 часа вы проснулись, вы можете ему позвонить. Он будет вас выслушивать, он будет вашей жилеткой. Но это же выгоды, да? А просто персональный менеджер – это некое условие. Значит, обязательно, что за этим будет. Поэтому все предложения, которые переформулируются, да, они должны быть в выгоду. Если вы подробнее расскажете о своей компании, в чем счастье. Если вы внимательно меня послушаете, в чем счастье. Если вы купите к стулу подушку, в чем счастье. Если вы там приедете к нам в офис. Если, ну и так далее. Значит, все это должно быть тоже переформулировано выгодой. Поэтому тем, кто управляет продажами, напишите себе. Чтобы продавцы наши хорошо говорили в книге продаж, про каждый продукт должно быть 7-10 фраз с переформулированием продукта выгоды клиента. Не просто, вот знаете, мы сейчас там, ну, заставляют продавцов хорошо говорить, там, или там, ну, из чего стул сделан, по какой технологии. Но это хорошо, да, это, но это, опять же, столько свойств продукта. А в чем счастье? Вот переформулирование в счастье. Про компанию должно быть у нас, ну, тоже 7-10 фраз. В чем наше конкурентное преимущество? Только там не должно быть слов, что мы самые хорошие, мы лидеры рынка, мы давно на рынке, ну, да, на рынке вот эта пурга, да? Она должна быть переформулирована в ответ на вопрос, почему я должен все бросить и... Сейчас взяла 90% людей, но на них наехало. На них на сайтах написано, что мы лидеры рынка, что давно на рынке. Ты хочешь просто в Силипургу несут, что ли? Да. Ты вот одна девчонка взяла на всех бизнесманов Российской Федерации. Наехала здесь, на видеокамер. Ну, во-первых, смотри, я... Ты даешь себе отчет, что ты делаешь, что они... То есть убьют, думаешь, да? Я думаю, что ты меня боюсь сам. Я же как бы с тобой, мне же отвечать за твои слова. Через полчаса все, конец. Я боюсь, что мне-то да, тебе это видно как-то прокатывает. А мне-то скажут... Кого ты позвал? Да, не проследил. Ну, смотри, Вадик, у меня есть два оправдания. Первое, что, во-первых, не у всех, что есть 10% где на сайтах действительно отличное, почему вы должны с нами сотрудничать, почему, что вам это даст, есть такие компании. А второй момент, что если мы перепишем текст, вот эту лабуду на ответ на вопрос, почему я должен все бросить и с вами начать сотрудничать, то конверсия будет выше. То есть им выгоднее переписать, чем тебя убить? Да. Все услышали? Выгоднее переписать, а Барышева выживать. А мне я так пожить еще не буду. 120 тысяч очки проданы, то есть гарантия. Еще пожить хочу, да. Да, очень важно, на сайте творится ужас у нас, да? Вот прям ужасно, правда, есть с чем поработать. Вот здесь плохо совсем видно, но вот вопрос про такой B2B, сложные продажи. Смотрите, компания придумала новый арматурный канат повышенной прочности. И вот в книге продаж написано такой, там диаметр каната, прочность такая-то, даже я отсюда не вижу. Предел текучести такой-то, показатель сцепления с бетоном, показатель сцепления с бетоном в винтовом напряжении. Вот как вы думаете, если наш продавец хорошо оделся такой, с харизмой и приходит к директору железобетонных изделий и начинает ему рассказывать про канат такой-то прочности, такого-то сцепления с бетоном. А поймет ли из этого рассказа директор железобетонных изделий, что вот почему ему надо переключиться с стандартного каната на новый канат? Будет понятно? Конкретный специалист по этому канату. Когда его это... Только если он отличный специалист и вторым отец, если он замотивирован работать с этой информацией, да? Если у него есть в голове, что да, надо... Надо перевести это, да? А если этого нету, то он говорит спасибо, отлично, у нас и так все хорошо, у нас канаты есть, нам ничего не надо, до свидания. Вот так это будет. И опять же, это, скорее всего, будет работать в сравнении с тем канатом, который они используют сейчас. Его преимущества данного каната? В сравнении, конечно, да, да, конечно. Смотрите, как надо переписать книгу продаж. Вот, ну, часто книги продаж есть, но они вот такие примерно. Вот у нас есть канат, там такие-то характеристики. Ну, как бы, честно, продавцы это выучивают. Дальше приходят к руководителю и говорят, ну, вот у нас вот такая вот каната. Очень быстро, чтобы второй столбик и стандартные показатели. Очень быстро про это сказать? Нет-нет-нет. Чтобы быстро перестроить, добавить второй столбик и стандартные показатели внести. Стандартные показатели. Чего? Сравнить стандартные. А, сравнение стандартные и... И что они изобрели. Так, ну а вариант сравнения припринимается, да, что еще? Тогда добавить не один слог, а два слога, стандартные, да, и конкретные выгоды, что позволит ему сэкономить, да, продлить срок ресурса действия данного ката и так далее, то есть по таким образом. Да, конечно, выгоды должны быть, да, там не должны быть характеристики товара, а должны быть выгоды. Какие выгоды у директора железобетонных изделий, про что он думает день и ночь? Да, что позволит вашему столовому экрану послужить еще на 5 лет дольше, там, ну что-нибудь такое. Как снизить затраты, как увеличить надежность, да, как получить прибыль, он все время про это думает. Это же стойкость увеличилась, там, в два раза примерно, ну что-то такое. И, соответственно, вы получите, ну, процентов на 30 больше премиум. Да, да. У меня есть технический пример, да, подобный. Это тракторная компания, фильтры у них до хрена всяких наворотов в этом фильтре, как он там устроен. Но, ну, понимаете, у меня тракторная компания, клиент, я поэтому так разговариваю, я поняла. Вот, но клиенту задают вопрос, а как часто вы меняете масло, и насколько долго служит ваш двигатель? Беспокоит ли вас засорение вот двигателя? Попадает ли туда что-то, влага там, частицы и прочее? И как только его выводят вот на это, тогда говорят, а с нашими фильтрами это не происходит, потому что вот это, вот это и вот это. Ну да, да, да. Увеличивает срок службы, да, и выгоды это. Да, да. Да, смотрите, как надо переписать, вот, ну, жалко, не очень видно, но, смотрите, выгоды ключевые. Получение прибыли, повышение производительности, получение конкурентного продукта, это плиты с другой арматурой, которую можно лучше продавать, снижение затрат и уменьшение брака. Причем эти выгоды отцифрованы здесь. Вот если возможно, конечно, более сильный прием на рынке B2B, это выгода плюс цифра. Вы сэкономите там на 5-7%, ваши продажи повысятся на 20 клиентов, ваши затраты снизятся. Вот выгода плюс цифра, это очень правильная вещь. И тогда, смотрите, если он приходит, наш продавец, к директору железобетонных изделий, тот говорит, а зачем мне это делать? Он говорит, смотрите, счастье рядом. Вы думаете про то, что надо снизить затраты, а они у вас уже будут снижены, да, они уже заложены 5-7%, давайте посчитаем, сколько это будет в рамках вашего объема. И когда называется цифра там 3 миллиона, то вот это и есть счастье клиента. И какие здесь могут быть повторные ходы, да, какие здесь, ну, то есть сделка уже решена. Вот если у нас продавец правильно работает с контентом, он может сказать это счастье и перевести его в конкретные цифры. Как только это сделано, то, ну, дальше, скорее клиенты согласны бывают, потому что, ну, счастье есть. Так, господа, поэтому тема такая, книга продаж, да, конечно, особенно если сложная какая-то продукция у нас техническая, она требует правильного описания товара с точки зрения выгод клиента. А вот скажите, помогает ли такая вещь работать с сомнениями клиента, если мы вернемся, если директор говорит, это дорого, мне, то помогает ли это работать? Да. Да, что, как это будет выглядеть? Оцифрованно. Ну, как это будет? Ну, во-первых, дорого, ну, во-первых, нужно понять, что для него дорого, да, во-вторых, когда он говорит дорого, да, давайте переведем ваши цифры нынешние, то есть сколько вы затрачиваете на стандартный продукт, да, и вот там ресурсы взнососходности, да, то есть, грубо говоря, через год вы его меняете, на пять лет у вас получается бюджет вот такой. С нашим продуктом ваш бюджет сокращается в два раза, да, и в итоге вот эта стоимость там значительно снижает ваши затраты. Да, совершенно правильная конструкция, очень правильная, нормальная. Я как директор понимаю, что меня здесь не разводят, и я понимаю, что нормальный человек, который мне помогает делать бизнес. Вот совершенно, ну, как бы изменилась ситуация. Это радикально другая вещь, чем, говорить, дорого, зато качественно. Ну, это же просто ужас вот этот, дорого, зато качественно, он прямо, знаете, хочется дать и так под затыльник, не говорить такое, да. Дорого, а на самом деле недорого. Давайте посчитаем ваши затраты в одном случае и во втором случае. Так, значит, следующее, конечно, наш продавец должен работать с сомнениями. И здесь фраза такая тоже, как задание. Очень важная фраза, которую часто почему-то не используем. Получается, что нам, с одной стороны, с клиентом спорить нельзя, потому что, когда начинаешь спорить, то клиент, ну, там, сопротивление усиливается, он тоже спорит. И когда там, он говорит, дорого, а продать говорит, да нет, это не дорого, вы что, это на самом деле хорошо, это не очень хороший ход. С другой стороны, есть ситуация, когда особенно, говорят, клиент всегда прав, и вроде с клиентом надо соглашаться. Если клиент говорит, дорого, ему говорят, да, дорого. Это у вас плохой товар, да, у нас плохой товар. Вы отвратительно работаете, да, мы такие. Ну, вроде бы совсем согласился, но а продажа где? Значит, тоже не подходит. Да, господа, помните, как галочку, ну, просто 7 минут, да, написать эти фразы. Вот самый хороший способ помочь с вами продавцам, написать типовые сомнения, которые говорят клиенты. Их обычно там 7-8 бывает. Дорого, я подумаю, не хочу, там у меня все есть, чем вы лучше, чем конкуренты. И к ним написать по 3-4 фразы, частичное согласие и опровержение. Это дорого. С первого взгляда кажется, что дорого. С другой стороны, давайте посмотрим 5-7%, которые вы экономите, давайте переведем в деньги. Чем вы лучше, чем конкуренты? Действительно, очень важно выбрать наилучшую компанию. А давайте проведем сравнительный анализ. Я вам расскажу, чем вы лучше. Да, напишите эти формы для себя, да, вот это очень важно. Потому что частичное согласие, оно дает форму контакта с клиентом. Дорого. Я согласен, что деньги любят счет, клиент кивает, да, а с другой стороны, ты экономишь. Вот очень важно, чтобы клиент кивал вот этот контакт, забота. И еще самое главное, с ними не спорить, с клиентами. Да, да, да. Но вот это вот... Ой, хитрый тон у вас такой, да, 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 издевается. Нет, так не надо. Не-не-не, говорим, да, в этом вы правы. Не спорить с ними. Смотрите, в любом высказывании можно найти правду. Если клиент говорит, что вы идиот, с чем можно согласиться? Возможно, на первый взгляд вам показалось, что я не очень. Возможно, на первый взгляд. Некоторые люди тоже так думали. Но когда мы начинали работать, выяснялось, что я, в общем, специалист. Ну, да, смотрите, обязательно соглашаться с тем, с чем мы согласны. Я вижу, что вы раздражены, я вижу, что вас что-то очень сильно раздражает, я вижу, что вы обеспокоены. Давайте посмотрим, что не так. Вот, ну, соглашаемся только с той частью правды, которая есть, она всегда есть. Ну, вот перевод стрелок на клиента, когда мне говорят, звонят из-за дешевле, да, говорят. Я говорю, нет, я не хочу, я уже наслышала. А мне говорят, Светлана, кто вас обидел? Я говорю, смотрите, сакраментально. Вы молодец, Светлана, я вынес сегодня полное время. С чего вы решили, что вы мой терапевт? Я не хочу вашу продукцию, до свидания. Есть клиенты, которые не наши. Ну, может быть, они будут нашими через какое-то время? Смотрите, управление продажами называется управление контентом. Когда все это мы записали с вами, давайте я вам скажу еще буквально пару слов про сбор информации, это очень важная вещь, и потом про книгу продаж. Получается, что если говорить про управление продажами, то очень важный инструмент – это ЦРМ-система, база данных. Вот, Вадик, ты меня недавно спрашивал, да, какой вопрос для диагностики нужен для компании? Сколько вопросов надо задать, чтобы понять? Можно прочитать, что написано. Да, сейчас я скажу. Вот мне такой, знаете, какой-то один вопрос приходит. Сколько пунктов, говорящей информации о клиенте у вас в базе данных? Сколько? Кроме фио, юрадреса, телефона… И даты рождения. И даты рождения, сколько еще? Обычно очень часто там бывает ноль всего, и это огромный ресурс. Пример такой у меня есть, очень часто его рассказываю. У меня в клиентах крупный металлургический комбинат, который, в свою очередь, имеет в клиентах Роснефть. Дело было во время кризиса, продажи упали, стали думать, как повышать продажи. Значит, вот Роснефть у металлургического комбината берет 4 тонны канатов. Это много или мало? Совершенно непонятно, это много или мало. Определить это можно с помощью информации о клиенте. Ну, стали смотреть в базе данных, а в базе данных у нас там 3 пункта. Фио, юрадрес и телефон. Это Роснефть, это компания 2 оборота Румынии и половина оборота ВВП Украины. 3 пункта. Значит, по этой базе данных совершенно невозможно определить, сколько тонн канатов должен покупать наш клиент. Определить это очень просто. Это считается количество буровых вышек, где используется техника, количество единиц техники, и раз в 3 месяца этот канат должен меняться. Ну, посчитали, прикинули, примерно Роснефть покупает таких канатов 80 тонн. Ребята, где 7,6 тонн? Где они? При том, что этот канат только один, еще одна компания в России производит, то есть явно где они? Значит, смотрите, это совершенно радикально другие переговоры. До этого там, ой, 4 тонны берет, ну это много, нормально, хорошо. А это нехорошо, да? 4 тонны вы берете, а еще 76 тонн, а я приготовила для вас предложение, чтобы вам было это выгодно. Поэтому к вопросу о том, что должно храниться, особенно это важно для рынка B2B, вот очень важно, чтобы для рынка B2B там хранилась говорящая информация об отрасли клиента. И часто это бывает, это сложная тема такая, вот сразу там, как бы ее надо переводить в свои термины, но, например, показатель оборота. И это не значит, что просто мы узнали оборот, это для нас говорящая информация. А, например, если мы продаем стулья, то оборот будет не очень важен, а скорее количество мест в ресторане, или площадь ресторана, и тогда это говорящая для нас информация. Если продаем тренинги, то это количество сотрудников в компании. Рентабельность, уровень того, сколько клиент зарабатывает, это может быть важная тема, особенно для опытовых компаний. Сколько они на ремнях, на ваших зарабатывают. И когда они говорят, это дорого, ремни ваши, мы говорим, да, дорого, но наценка будет больше, потому что ходовой вариант. Если мы это знаем, то тогда это для нас тема. Затраты на бизнес, которые связаны с нашим бизнесом, сколько они тратят, это тоже может быть такая важная характеристика, потому что когда мы говорим, у нас есть канат, который снижает ваши затраты, это тема для разговора. А когда просто у нас качественный товар, это не тема для разговора. Обращаю ваше внимание, что если мы работаем на рынке B2B, очень важно знать, как работают наши клиенты с их клиентами. Потому что, например, рестораны часто говорят, вот, ну не нужны мне ваши, вот у меня сейчас клиент, там чистящие средства продает, в том числе для ресторанов. И рестораны говорят, да не нужны мне чистящие средства, у меня вот таджик там, там таджик барышня приходит, убирает. А количество тараканов, которые ваши клиенты нашли, а отзывы ваших клиентов. И когда с этим отзывом приходишь, то вы говорите, да, ну тараканы есть, действительно, давайте чистящие средства покупать. Отзывы клиентов, да, мы помогаем улучшить бизнес для отзывов клиентов. И иногда конкуренты наших клиентов, очень важная может быть информация, потому что, ну, конкуренты-то уже стулья купили, а в вашем ресторане пока, ну вот, еще нет, да, давайте думать, а как вам сделать так, чтобы у вас тоже вот это конкурентное преимущество было. Поэтому эта тема, про это подумайте, потому что, как только мы с вами забиваем эти формы в базу данных, это обычно, ну, вот в хороших бизнесах, это, ну так, чтобы не перегружать базу данных, 10-12 пунктов, говорящей информации о бизнесе клиента. Ну, там 3-4 поля про личную информацию о клиенте, там хобби, квалификации, уровень влияния, может быть. Как только мы заставляем нашего продавца заполнить эту базу данных, то ответы на вопросы, почему он должен купить это, они уже здесь в базе данных. Сейчас давайте вот я скажу еще раз. Значит, создание книги продаж. Вот мне кажется, что в книге продаж у нас, давайте скажем последнюю вопрос о книге продаж сейчас. Значит, в книге продаж у нас должна быть информация о продукте с точки зрения выгод, раз, да. Второе, должны быть в базе данных 10-12 пунктов, которые мы должны заполнять, и из этого понятно будет, что клиенту надо. Вопросы, которые должны задать наши продавцы, чтобы эту потребность понять. Типовые сомнения и возражения, ответы на них в виде метода «Согласись и опровергни» и лист подготовки отчета, прочтите про него на сайте у меня в статье «Долой тайну или сценарий продаж». Эта техника хорошо описана, она описана в книжке. Ну и вот один из примеров, когда мы эту технику запускали, все время, как эта техника запускается, продавцы лучше продают. Ну, один из примеров, за три месяца слабые продавцы увеличили объем продаж на 20%, сильные на 80%. Они просто готовились и прописывали эти аргументы, и дальше у них не было вариантов, как плохо говорить. Вот в этом и смысл стоит. Очень просто, что ли, решается задачка. Ну и вот прям такой, ну, последняя, что ли, мысль, что рынок, когда мы с вами, у нас так падает, да, все-таки, то управление… У вас только сейчас коллега падает. Так ущет. Управление наше должно увеличиться. Это хорошо, потому что ресурсов у нас очень много. Производительность труда в России в три раза меньше, чем в других отраслях. Чего нам эти три процента падения рынка, когда у нас мы в три раза можем увеличить? Главное не то, что мы говорим, а то, что люди возвращают. То есть он говорит, мы живем в мире фидбэков, в мире обратной связи. Итак, первый вывод – это понимать клиента и выбирать клиента. Выбирать клиента и понимать его. То есть понимать, выбирать, выбирать и понимать. Мы запишем? Да, запишется на видео и ваша шикарная программа. У меня почерк ужасный. Да. А давай я буду записывать. Супер, супер. У нас будем отворять боевое взаимодействие. Да. Отлично. Понимать клиента, выбирать клиента. Ну и, соответственно, в обратную сторону. Выбирать клиента и понимать того клиента, который вывод. И понимать, почему выбираем. Выбирать, потому что понимаем. Выбирать клиента, понимать. Это первое. Ух ты. А я буду ставить, знаешь, что циферки. Хорошо? Давай. У нас будет тандем. Циферка. Один. Не видно никому. Ну, чего еще? Трансляция. Потом будет мотив посмотреть. А, второе. Контент должен быть ясным. Контент должен быть ясным. Ясный контент. Ясный контент. Дальше. Когда мы даем клиенту контент, он что-то нам, что делает в ответ? Возвращает. Мухлю. Да, да. Нам главное слышит. Поэтому, третье вот, это слышит. Мы дали контент. Если мы не услышали обратную связь, даже вот этот смошенный носик, да, и ты сейчас на тебя прекрасно получается. Это ты прекрасно реагируешь на контент. Это тоже же обратная связь, правда? Неважно, визуально она будет какая-то там, эээ, твою мать, ну кто? А твою мать мы запишем. Да, это четвертая. Твою мать. Давайте аплодируем. Светлане. По-настоящему аплодируем ребятам. Мы понимаем, что подвергнуть твою мать мы говорим, что на языке клиента. Если он с нами сомневается, мы нежимся. Если он говорит, что ты сделаешь, то это я и делаю. Ну, то есть, как-то так, да? Окей. Дальше. Очень важно слово конвертация сегодня прозвучал. Ну, правда, если мы на стадии взаимоотношения не идем, если сейчас называется воронка продаж, конвертация, сколько взросло, сколько купил, сколько купил, сколько купил, по второму, да? Опять же это образование. Да, да. Ася называла постановление взаимоотношений. И отсюда возникает следующее, шестое правило. Думать далеко. Да? Думать далеко. У нас есть шикарное правило, и я, возможно, его, скорее всего, у Аси и взял. Это смотришь, ждать, видишь, ждать. Если мы не смотрим далеко, мы не видим. Ты успеваешь? Думать далеко. Супер. О, я не успеваю разрабатывать историю. Три, четыре, пять, шесть. Седьмое правило. На каждом шаге компания должна говорить, как выгодно. Итак, на каждом шаге выгодно. Да? Выгода. Говорим о выгоде. На каждом шаге выгодно. И выгодно, может быть, на каждом шаге. Если мы где-то переставили для выгода клиента, неважно, каких, а для его бизнеса, для него, для его семьи, для его окружения нам неинтересно. Ну и, по сути, возникло такое главное, наверное, было, быть инструментом достижения цели своего клиента. Можно так сказать? Мы должны быть инструментом достижения цели своего клиента, как следствие. И если мы не являемся интуитором достижения цели своего клиента, то это невыгодно, значит, ты не смотришь дай, значит, твою мать! Ну, то есть, все хорошо. И что еще? Я очень хочу сделать веран с Гавиньей, это правда. Я влюбился в Гавину сегодня. Ну, Асю любит, значит, мы больше, никаких обидельных. Мы столько дружим. Опять, счастье, я не помню, давно. Побеждают продавцы. Тот, кто умеет выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Умеешь выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. А иногда не только с клиентами, но и с друзьями, с поставщиками, с блогерами, с государством. Умеешь дружить? Что? В семье тоже. Умеешь дружить долгосрочно? Выстраивать отношения? Выгодно. Когда всем выгодно, когда Ведвинь, отлично, когда нет, нет. И большое спасибо, Галина. И, соответственно, у меня возник вопрос. Это было восьмое, да? мне через два пункта первый мы совсем чуть-чуть чуть-чуть поговорили о том что может быть сделать вот серию мастер-классов или как называется бизнес-заток аси бизнес-заток в серии мастер-класс потому что возникла история наверняка хочется поговорить с возражением хочется кому хочется поговорить про сценарий построения продаж сразу поднимите руку пожалуйста по сценарии интересно кому хочется разобраться мастер-классов и продаж дорогие друзья мне к вам вопрос можем ли мы попросить аси мы сейчас не будем просто в итоге сделать такую серию завтраков с асией барышей как вы думаете было вам интересно если интересно поплатите пожалуйста аси мы можем эти темы развернуть и от себя лично сказать я власти на выступлениях очень не первый раз и каждый раз очень не первый раз это у нас 10-12 потому что мы очень давно дружим и сотрудничаем вместе сейчас делаем бизнес-экспертизу этого дела вместе проект маркетинг успеха я исписал списал с двух сторон листочки соответственно казалось бы все знаешь это просто андрея все знаем но каждый раз то я слушаю аси я думаю так это изменить здесь усилий это добавить и после каждого такого бизнеса только мастер-класса аси у меня растут продажи большое спасибо 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 спасибо